Всем большой привет! Огромный всем привет! Мы сегодня находимся в Арзобе. Дача называется Кишти-Бадарё. Это переводится, наверное, по-русскому как «Корабль в реке», наверное, я так сама переводила. И вот такие кораблики, место, чтобы отдыхать, сидеть в виде корабликов есть здесь. И мы сидим в одних из этих и отдыхаем. Мы просто сидим, кушаем и отдыхаем. Погода холодная. Купаться никому не разрешено. Ну, то есть, кто хочет, можно, желательно, конечно. Кто хочет, купается, а кто не хочет, то не купается. У нас мой младший брат искупался слегка, и старшая моя дочка пошла, выпрыгнула прямо в воду. Вот такие места. Старинные, как будто здесь отдыхать очень приятно. Это место недалеко от города Душамбе. Находится на 32-м километре от города, наверное. Вот такая дача небольшая, неогромная. В отличие от других дач, в которых мы были, здесь место не очень большое. Там, где вешеные одежды, мы там сидим. Сейчас там находится мама, брат лежат, отдыхают. Штормы можно закрыть и сидеть, отдыхать. Никто не будет мешать. Река, конечно, страшная очень. Вот такие типа в виде корабля. Вот здесь мы сидели, вот на таком месте сидели, ужинали, обедали сначала. Теперь уже ужинали. В обед мы ели салаты, цезари, а потом еще шашлыки разные. Ну, с собой прихватили еще сухомяток, булочки там, чипсики, семечки. Обожаю я семечки. Всегда я их ем, без разницы. Осталось только вот мусор и ничего больше. Беспорядок, конечно. Но я хочу сказать то, что здесь было очень чисто. Это, наверное, сезон отдыха только-только начинается. Лето только-только начинается. Из-за этого все... Ну, в прошлый сезон, когда люди все вот это помыли, оставили, закрыли. Когда мы пришли, только здесь вот накрыли. Все было очень чистенько. Например, вот эти курпача, матрасики и ковры у них очень чисто. Вот так прям мы над рекой, а форма вот этого места, где мы сидим, прям как корабль. Вот такая. Вот такая. Обычно каждой весной папа куда-то ездил, отдыхает, то ли в горах, то ли еще куда-нибудь. Или пикник устраивать, устраивать пикники вот в таких местах. В этом году пока папа никуда не ездил, и я была у него дома. Он потом так, давайте поедем куда-нибудь уже, а то уже вот весна заканчивается, ну, уже закончилось почти, два дня еще осталось, и мы никуда еще не ездили. Потом думаем, куда ехать, куда ехать. Еще, если думать поплавать, купаться, то еще холодно для нас. Ну, конечно, еще в Таджикстане такая, ну, бывает так, что если ездить в любую дачу, то в каждых дачах нету, например, бассейна, где можно было купаться женщинам или девушкам отдельно. А здесь, например, вот как сейчас вот здесь, только, то есть открыто вот один бассейн, один маленький для детей, а другой большой для взрослых. Без разницы, там будут купаться девушки, женщины или же мужчины, парни вместе, то есть. Но есть еще одна дача, которая чуть подальше отсюда находится, еще 4 километра езды, но там для женщин закрытый бассейн, и мы решили, что в следующую неделю, или же, не знаю, когда папа освободится, можем поехать туда. Ну, ну, короче, мы приехали попрощаться с весной, ну, как бы провожать весну. Теплые верхние одежды с собой еще прихватили, и сейчас уже собираемся ехать домой. Сейчас было время асар намаза, почитали, и теперь собираемся домой. Вот так, такая красота. Почти никого не осталось. Вот такой бассейн. Моя старшая доченька пришла, хотела искупаться в бассейне, и там есть ступенька одна большая, спустилась на одну ступеньку, а потом на вторую она прям бросила себя, и почти не утонула там она. Ну, хорошо, что дядя был рядом и взял ее. А тут глубоко для меня.